Позавтракала, мы там разбирались, кто в какую смену, у нас огромная компания, я уже сходила к медсестре, сходила в тот корпус, в этот корпус, ну, как бы, хорошо, что эти все корпуса соединены. Я просто сделала столько дел, а всего лишь 9.42, поэтому я немного не понимаю, что ещё утро. У меня, короче, приёмы доктора в час, но я написала в директ толпы. Продолжение следует... Так, смотрите, сегодня понедельник, 9 марта. Вы все на работе или сегодня, типа, выходной? У меня, короче, губы воспалились. Я вчера так перенервничала, пока ехалась, я прям двумя руками напряжённо руль держала. Я не знаю, может, это отразилось, у меня прям вот так волнами воспалились губы, мой фиброз. У меня они так болят. Выходной, да, сегодня? А что рассказать про санаторий, ну, вы спрашиваете? Дорого! Дорого! У меня стоит открытая бутылочка мартини айси. Я вчера зачем-то, когда пришла домой спать, её открыла. И она меня сейчас так манит. Тёпленькая. Ну, чтоб горло полетить. Короче, смотрите, ну, я не знаю, если вам это интересно. Я пока до конца не разобралась, так как я с лечением приехала первый раз. У меня оплачена только предоплата 50%. Я буду оплачивать всё сегодня после приёма у врача, так как возможно, что из-за того, что по моим всяким диагнозам много процедур нельзя, которые дорогостоящие и входят в путёвку, типа вытяжка, массаж, там ещё какая-нибудь херь, то мне будет выгоднее переоформить путёвку на отдых и доплатить, то есть отдельно купить процедуры, которые мне нужны. Но пока я этого не знаю. Я одна? Да я одна. Блин, во-первых, короче, я не знаю, где Катя пошла там по врачам. В Белокурихе как надо отдыхать, как мама мне объяснила. Никто никого не ждёт. Вот у нас огромная компания. Всё, спрашиваешь, ты где? Я там на горе. Всё. Ну, типа успел, перешёл на гору. Не успел, ну как бы всё. Тот уже убежал там на грязь, например. Или на какие-то ещё процедуры. То есть здесь, несмотря на то, что мы большой компанией, мы большой компанией только вечерами. Днём каждый сам по себе. Здравствуйте. И я, кстати, не понимаю, что вчера было. Но закрылся ресторан наш на ремонт. И мы кушаем в соло. В клубе, блядь, просто. И со мной сегодня все здоровались на завтраке. Я вчера даже не пела. Я не знаю, что вчера произошло. Но все со мной здоровались. Почему вы падаете? Перестаньте падать. Я же вас ставлю. Здравствуйте. Настюх, конечно, передам. Конечно, передам. Мы приедем 21-го в обед. И сильно очень постараемся с вами увидеться. А ещё так никто не ходит по санаторию, оказывается. Только я. Я, видите, обычно приезжала на 2-3 дня. А тут мне надо как бы бегать по коридорам, по врачам. И я такая вот так к медсестре захожу. Она немножко была в шоке. Я вообще плохая мать. Я Макара не видела уже 200 тысяч лет. Но я исправлюсь. Катя, ты что в эфире у меня виснешь? Ты где? В какой спортзал? Я прибухнуть хочу. Чего мне до часу делать? До приёма доктора пока я даже не могу сходить на гору. Вдруг он мне скажет, нельзя. Спортзал. Очень смешно. Ну, спрашивайте ещё чего-нибудь. У меня голос вообще прекрасный. Просто офигенский. Я максимум могу дойти до Глинтвейна с вами, Катя. Вот видите, как выглядит наш семейный чатик? Мы у невролога. Просто даже не напоминайте мне, как мне доктор сказал, даже корсет с собой не бери. Это психосоматика. Всё. Я без корсета. Я ехала столько за рулём напряжённо, потому что, мило, капец, у меня ничего не болит. Тфу-фу. Просто иголки – это такая тема. Он мне сказал, не вздумай ходить ни на какие, ни на массажи, ни на вытяжки. Тебе только усугубят. Я тебе только всё сделал. Поэтому я прям вот так вот. Чего мне спиться? Я уже столько дел переделала. Я даже уже куратичку на завтраке покушала с гречкой. Я в санаторий привыкать, и теперь прямые эфиры будут в 7 утра. Спасибо. Да, это Альберти. Ещё халатик и ещё шортики. То есть там практически все комплекты идут четвёрки. То есть всё, что я показывала в сторис – это практически всё четвёрки. То есть, например, вот он стоит там типа 2 900, по-моему. Это четыре вещи. Да, куратичку. Сухую вообще. Как мой рот с похмелья. Кто там ловится? Думала, Катя пришла. По поводу санаториев. Короче, я не знаю. В Белокурихе мы с Ленкой жили первый раз, когда приехали в Россию. Это через дорогу от Алтай-Веста. Но мне что нравится в Алтай-Весте, то что, ну, понятно, здесь там мама, друзья все отдыхают. И плюс здесь не надо выходить. То есть, если ты не хочешь выходить на улицу, ты можешь хоть все две недели не выходить. Здесь всё по переходам. Даже в ночной клуб ты идёшь, всё, раздетый. Доброе утро. Закладки. А есть кто в Белокурихе? Я могу хоть сейчас закладку разыграть. Бутылочку мандорки. Например. Уже просто, вот знаете, мне Щербакова говорит, сходи к нему. Ну, сходи. Тебе что? Я говорю, ну, ладно, сейчас приеду. Приехала. И он мне говорит, ну, всё, ты сейчас у меня полежишь часок, встанешь и пойдёшь. Я просто встала и пошла. Я офигела. Я бы сроду в это не поверила. Ну, конечно, неприятненько, но помогло. в Новосибирске. В Новосибирске. Ща вернусь и будем разыгрывать. Потеплее чуть-чуть станет, но чё угорать, блин? Всё. Всё. Третьи. Татьяну. Наскредь. Продолжение следует... 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 вчера в детской комнате подписчицу встретила я сразу поняла что она меня узнала так на меня смотрела об этом у меня stories отметила и соло потом еще тоже тусила со знакомыми так ну подождите тема то главное расскажите ко мне что вам подарили на 8 марта и а Продолжение следует... 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 Я помню, вот реально никогда не забуду, у меня месяц, что ли, может, меньше была машина, кто давно на меня подписан, Ford Focus белый хэтчбэк. Блядь, это просто какой-то мужицкий магнит, а не машина. Со мной знакомились на каждом светофоре, на каждом. Это вот единственная машина, когда со мной знакомились. И все, сейчас со мной никто не знакомится. Сейчас все смотрят больше на машину, чем на меня, потому что она необычная. Просто у тебя машина на 7 сиденья, мужик сидит. Тебе-то мешает знакомиться с какой мужик? Короче, замуж, ну типа я больше туда не хочу. Я хочу замуж, только если у меня будет... Олигарх. Ну да, типа там... А я очень хочу замуж. Дорогие холостяки. Вряд ли они сейчас такие сидят и смотрят мой прямой эфир. И кого бы мне взять в жены? И тут такая Катя. Одноклассники, с универом многие вместе. Девочки, зачем вообще замуж? Да блин, это выгодно, типа, судить. Почему выгодно-то? Ну мой замуж... А вы знаете то, что 3 года при свидетелях совместного проживания, это официальный брак. Ты знала? Нет. И все. Можно через суд все отсудить. Все полностью, короче, вы расходитесь. Это как официальный брак. Дележка имущества и так далее. Так что не обязательно марать паспорт. Марать паспорт. Вы реально идете на гору? Да мы погулять. А клинтвейн принесешь? Пойдем на клинтвейн. Не, я сейчас закончу эфир и посплю чуть-чуть. Ну то зачем тебе клинтвейн? Тебя вливать его в сонное состояние? Или через капель? Горячий мне горло полечить. А что, про 3 года? Да, про 3 года серьезно. А, это правильно. Да. Да, родные. Да. Мама у нас одна. Да, кука. Сейчас гражданский брак, он абсолютно такой же, как официальный. Ну вы что, я с Женей Николаевым общаюсь. Я все знаю. Все, что куплено за это время. Если у вас есть свидетели, что вы действительно были вместе. Все, у вас такой же процесс расставания, как и развода. Прикольно. Прикольно. Коза нет, не прилетит. Я скоро к козе прилетю. Фамилию вы можете поменять даже и без браков и вообще без любого повода. У меня одноклассник, одногруппник, одноклассник купил Рено Логан и поменял фамилию на Логан. Оставим это без комментариев. Просто он так сделал. Это пример того, что фамилию можно менять хоть какую. Да. Мы ждем, пока снег сойдет. К нам приедут машины вырубать, ну короче, чистить участок. И потом надо будет бурить скважину и ставить ленточный фундамент. Вот так. Вот. Да, мы живем в свободной стране. В этом плане вообще нет проблем. Не нравится, как мама назвала или какая у вас фамилия. Да хоть что можно поменять. Это как на машину. Ты купил машину, цвет не нравится, 30 тысяч заплатил, поменял цвет, перекрасил. А на какую поменял, мне интересно. Петров нормальная фамилия. Сидоров, Иванов. Ты где? Саш, ты маме звонишь? Да. Или ты у Кати спрашиваешь, куда она? Катя. Кать, ты куда? Ответь ему. Да мы это с мамой. Да, сынок? Да. Да надо было, но я же уехала. На следующий 8 марта купите у меня тюльпаны? Если я буду на розовой жижи их продавать. Ты какая-то у перехода встанешь, да, на розовой жижи? А что у перехода-то сразу? Ну, как это? Лучше в традиции. Во дворе. У перехода-то надо 5 тысяч платить. Вы знаете, как классно мне старшую сестру, короче. Потому что есть мой гардероб, это как бы ее гардероб. Ну, пупа, начиная от ботинок, заканчивая как бы курткой. Ну, просто когда у нее 40 пуховиков, она проезжает ко мне и первым делом открывает шкаф. Так, что тут тебе не надо? Так, ребята, я пошла? Мама же не зашла. Она выходит? Она не придется? Нет. Так, подписывайтесь, ставьте лайки, Катрин Мэднес. Желательно парни. Да. Если у вас есть брат... От 20 до 30. Трех можно. Девочки, ну по-любому есть брат. Или у подружки сын. Только нормальный как бы состояние. Пусть заберет ее кто-нибудь. Бюджетница МГУ. Что ты со мной прощаешься только будто? Все, мама, звони. Давай. Глинтвейн. Большой, горячий, Катя. Поняла? Карту возьми у меня в сумке свою. А, ты с мамой. Нормально. Каська вообще пишет круто. Она же учится, она журналиста. Ну то есть она... У нее страничка, она не блогер, и она не пытается стать блогером. Не косит подборкой. Она просто вот такая. Это прикольно. Она пока была в Америке, я прям зачитывалась. Я столько всего нового узнала. Ну, в смысле, в принципе, узнала все. Потому что я не была в Америке и ничего не знала. Она путешествует просто пипец. У меня сестра была... Чем Санюк? Я без понятия. Показать? Саша, помаши ручкой. Что? Ну, помаши ручкой. Не буду я играть. Не буду я играю. Ну, так вот. Я как-то так... Я сама не поняла, как. Но, получается, я сейчас уже с ребенком. Лена! Попа! Не попай в гоу! Не попай, я лену! Да, это сын Ленки. Она пошла к врачу. Давай, выпей. Гоу! Есть! Есть! Я уже хочу, чтобы скорее Юлька приехала. У Юли тоже родители приехали сюда. Но они живут в соседнем прям санатории. И она должна приехать к нам дней на пять. Саш, сколько тебе лет? Мне шесть. Шесть? Семь. Так шесть или семь? Семь. Ну, шесть. Семь! Ну, какие семь, блядь? Ты бы уже в школе была не тут с нами. Я семь. Ага, семь. 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 Шесть. Ага, я думаю, будет она была... Хось. Семь. Куда ты торопишься постареть? А не семь! Да шесть тебе! Не спорь с бабкой. А не семь. Шесть ему. На две недели. Почему не пригласил? У нее уехала няня в эти дни, а Илья был занят до ночи. Ну, у него работа, как бы, кто-нибудь в курсе. Он и ночами иногда работает, и вечерами. Ну, и просто, как бы, выбора не было. Я не смогла прийти. А что, ничего себе? он так интересно играет что мне аж уже захотелось нормальная я нянька да сижу с ребенком 10 утра на шампусике ты уже спрашивал привет как дела это что какой-то спам саш покажи что играешь ну вот вы это я же не вижу подойди покажи какие-то зомби главное что он занят остальное меня мало интерес еще игра прекрасно ладно мне не так интересно смотреть с андрюхой мы познакомились два года назад я пришла или год назад за перчатками с фламинго горнолыжными перед гешем в магазин и он там был он не сказал что мы общаемся спину вылечила в клинике общей медицины там получается дентал косметик на крыловой 7 по моему у них адрес я виниры ставила это большая вообще клиника там отделение стоматологии и другое ну всех врачей вот доктор кореец что это не так а 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 и не а сейчас прям минутку я выйду опять в эфир пожалуйста, зайдете заново.